Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина впервые посетила РУДН. Встреча со студентами университета прошла в формате академического часа в конференц-зале юридического факультета. Ректор РУДН Владимир Филиппов поблагодарил Ирину Константиновну за визит и отметил, что для ВУЗа большая честь принимать столь выдающегося человека, который так много сделал для советского и российского спорта. Сегодня Ирина Роднина депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Мы очень благодарны Ирина Роднина, что приехала в университет, встретиться с молодежью. Мы уже говорили, что сейчас действительно депутаты Государственной Думы активно ездят в высшее учебное заведение. В начале нового созыва это очень хорошее новое веяние. В предыдущем созыве Ирина Роднина была в комитете по образованию Государственной Думы и в частности активно принимала участие в дискуссиях по проекту закона об образовании. Трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы о своих достижениях на государственной службе рассказывают скромно. В прошлом году у нас пошло такое движение, как Народный фронт. Но вот именно через общественные организации мы стали общаться сначала с партией «Единая Россия». Причем первые полтора года они с нами очень ляло общались. Может быть не знали, что делать с общественными организациями. Я представляла такую организацию, как «Спортивная Россия». Она достаточно молодая, ее создавали и учредители были спортсмены с очень такими песовыми именами, такими как Третьяк, Карелин, Фетисов, Латынина, Скобликова. Это все очень известные, многократные олимпийские чемпионы. Мы добились, что теперь появилась в бюджете строка. Строка, правда, пока она не отдельная, идет в строке физкультуры и спорт, а строка студенческого спорта. К жизни уроднено очень спортивный подход. Работать до изнеможения и только на высокий результат, 6-0. Ведь главная победа, а не участие. Сильный характер в ней воспитал ее легендарный тренер Станислав Жук. Именно он сделал фигурное катание визитной карточкой СССР наряду с космосом и балетом. Он и научил свою подопечную бороться до конца. Когда вот этот мощный Советский Союз повезет, и мы вот еще побеждали, и одеты были не так, и выглядели не так. И чтобы вы понимали, у нас был список, какие музыкальные произведения, и каких авторов мы можем использовать, а каких нет. И все равно при этом мы выходили всех, мы знали только одно, у нас есть одно право в данной площадке со всеми разобраться. Студенты поинтересовались у Ирины Родниной, как столь хрупкая девушка справлялась с изнурительными тренировками. Кроме многочасовых тренировок на льду, добавляет фигуристка, в промежутках хоккей, футбол, теннис и даже штанга. Роднина училась в немецкой спецшколе, но из-за постоянных тренировок вынуждена была перейти сначала в общеобразовательную школу, а затем в школу рабочей молодежи. Училась всегда на хорошо и отлично, с тройками в табле успеваемости. Госкомспорт СССР не допускал к соревнованиям. Безвыходных ситуаций нет. Вот что самое главное вынесла для себя Роднина за годы спортивной карьеры. На вопрос одного из студентов, как идет подготовка Олимпийских игр в Сочи, Ирина Роднина с горечью заметила, что после распада Советского Союза спорт в России долгое время не развивался. Но сейчас для подготовки спортсменов делается очень много. По мнению Родниной, есть отдельные виды спорта, в их числе и фигурное катание, которые могут принести российской сборной золотые медали. Студенты юридического факультета поинтересовались у Ирины Родниной о насущной проблеме для спорта – применении допинга. Она, как тренер, выразила свое отношение в введение санкций в административно-правовой кодекс за применение спортсменами запрещенных препаратов. У нас было много разговоров, особенно с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, в том, что я сказала, понимаете, у нас же есть уголовный кодекс, где есть показания применения наркотика. Топпинг – это тот же наркотик. Чего его не применять? В Америке он посидел, олимпийская чемпионка в тюрьме, ничего страшного не произошло. Посидела, но остальные тут же подумали, что все наказаны мы. В конце встречи Ирина Роднина поблагодарила студентов за теплые приемы и интересные вопросы. Она пожелала ребятам всегда добиваться поставленных целей и быть чемпионами в своем деле. А главное – стараться надолго сохранить в сердце ту теплую, дружественную атмосферу, которая царит в стенах РУДН. Мне кажется, это очень хороший в свое время был создан такой прообраз, где молодые люди из многих стран мира вместе учились, вместе познавали не только науку, но и познавали и жизнь, и влюблялись наверняка. И наши знания, которые мы видели в Советском Союзе, как должен быть образован молодой человек, эти знания несли по другим странам мира. Галина Куренкова, Виктория Побединская, Дмитрий Михайлович. Новости. ТВ РУДН.